Замечательнейший вопрос, ребята, со скольки часов начинать практику интервального голодания? Спасибо огромное, ребята, гигантское количество крутейших вопросов, бесконечным признательным. То есть, если у нас новичок, и мы начинаем с вами, например, да, вот с сегодняшнего дня, первый день, когда я пытаюсь отсрочить завтрак. И, естественно, будет страшно, будет непонятно, и будет дискомфорт. Это неизбежно. Это нормальная история, когда вы в метаболическом синдроме с инсулиновой резистентностью, с лептиновой резистентностью, то есть вы будете чувствовать голод, вы будете чувствовать слабость, вас будет все бесить, и вам будет казаться, зачем это все нужно. Но, если вы поборете метаболический синдром, это дорога в здоровье, это дорога в продуктивность, и я всячески советую не раньше 12-ти делать первый прием пищи и делать его осознанно. То есть, первый прием пищи – это или сырок, или яйцо, или авокадо, или продукты, которые содержат минимум углеводов, но не орехи. Основной прием пищи – это мясо и салат. Это может быть рыба и салат без гарнира. И я вас очень прошу, естественно, будет сложно, естественно, будет страшно, естественно, все будет бесить, раздражать, и будет казаться, что зачем нам все нужно. Точно абсолютно так же, как с сигаретами. Когда ты бросаешь, у тебя синдром отказа, тебе кажется, что это все абсолютно не нужно, и тебе лучше курить, чем, собственно, быть вот в таком нервном состоянии. Прошу вас, буквально неделю старайтесь даже в час-два начинать есть, и чувствительность к лептину, гормону сытости восстанавливается. Восстанавливается нормальный обмен веществ, и у вас будет значительно легче. Если хотите облегчить голод, масло МСТ пару раз в днем столовую ложку.